Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Впереди у шахматистов и болельщиков был первый ход губернатора Забайкальского края Константина Ильковского и 11-дневный турнир. А пока великие умы боролись за звание чемпионов, в Чите и Агинске прошли различные турниры в рамках суперфинала Чемпионата России. В день открытия суперфинала стартовал четвертый международный турнир по шахматам в Кубок Мегаполиса в Чите, в котором участвовали 128 мальчиков и 37 девочек из Монголии, Бурятии и семи районов Забайкалия и Читы. Команда из Улан-Удэ детско-юношеская спортивная школа номер 14 в нем заняла первое место. Серебро у команды Забайкалия. На третьем месте разместилась команда спортивной школы номер 3 из Читы. С 14 по 16 августа прошел турнир по быстрым шахматам Чита Open, в котором приняли участие 122 человека из Улан-Удэ, Иркутска, Томска и Липецка, в том числе один международный гроссмейстер Антон Шамоев из столицы Республики Бурятия и несколько международных мастеров. 15 августа прошли сеансы одновременной игры. В шахматном парке против гроссмейстера Евгения Мирошниченко сыграли почти 30 детей. В парке Дома офицеров с гроссмейстером Сергеем Рублевским партии разыграли 30 человек, большинство из которых ветераны. Кроме того, сеанс одновременной игры прошел в поселке Агинское, где с участниками сыграл гроссмейстер Евгений Найр. 20 августа гроссмейстеры и судьи подвели итоги суперфинала. По итогам турнира победителем стали саратовский шахматист Евгений Томашевский, который по итогам набрал 7,5 из 11 очков, и Александра Горячкина из Ямала-Ненецкого автономного округа, которая набрала 8 очков. Впечатления, естественно, остались самые лучшие. У нас как победителей, то есть мало того, что принять участие в таком замечательном шахматном празднике, но не только принять участие, но и выиграть его в дорогом стопе. Поэтому, конечно, большие впечатления увозимые лучшие в воспоминаниях. У меня еще не осуществлено на этом, потому что, если понять, как кажется, интриги в последнем туре не было, мне пришлось поволноваться немного, потому что играть за первое место в этой игре как-то не очень хотелось. Поэтому мне еще сложно сказать. Серебро мужчин завоевал москвич Сергей Корякин, набрав 7 очков. На полочка отстал бронзовый призер Никита Витюгов из Санкт-Петербурга. По 7 очков в активе у петербурженки Анастасии Бондарук и москвички Александры Костенюк. Но по дополнительным показателям второй стала Бондарук. Светлана Инкелевич, Александр Леонтьева, Илья Татауров. Специально для ЗАБНКО.